Во всем мире подобные инсталляции уже давно, в прямом смысле слова, заняли свое место под солнцем. В нашем случае под пасмурным сентябрьским небом. Очередная выставка, посвященная истории нашего города, открылась на улице Заводской в сквере Юность. И организована она районным историко-культурным центром. Но на стендах не старинные полуразмытые черно-белые картинки, а яркие фотографии, сделанные на цифровой фотоаппарат. Причем же тут история, может спросить пытливый зритель. Анна Нестерова, директор ИКЦ, убеждена, что здесь нет никакого противоречия. Я считаю, что мы не только историю древнюю должны изучать, но и нашу современную. Они являются современной гордостью истории нашего города. Они — это члены российской сборной по мотоболу. В нынешнем году эти парни в 21-й раз стали чемпионами Европы. На скромном открытии присутствовали как создатели экспозиции, так и ее герои. Все скромно, без пафоса, по-соседски. По замыслу организаторов, подобный формат мероприятия позволит жителям нашего города увидеть спортсменов и баталии, в которых они участвуют, с неожиданного ракурса. Люди, идущие мимо и увидевшие что-то, заинтересуются и, может быть, впервые с этим познакомятся. То есть это для популяризации всех культурно-массовых мероприятий. Никто не станет спорить. Спорт — это драйв, динамика, движение. Но некоторыми, самыми сильными эпизодами жизни порой так хочется поделиться с другими людьми. А может быть и самим участникам событий пережить их заново. Тем интереснее смотреть на остановившиеся во времени моменты ликования от победы и переживания горечи поражения. Даже главный тренер, человек железной воли, много раз приводивший свою команду на высшую ступеньку пьедестала, не мог сдержать эмоций. Видимо, сентиментально уже стало. На некий фотография смотрю, у меня уже наворачиваются слезы, потому что эти воспоминания, они откладывают где-то в глубине души. Эмоции тренера понятны. Выставка охватывает четыре последних года выступлений на чемпионате Европы. И два из них, прошлый и позапрошлый, не были для команды удачными. Всегда настроенные на победу, спортсмены тяжело переживали поражение, что также нашло свое отражение в выставке. Вот этот фейерверк эмоций, наверное, самое интересное в экспозиции. Герои выставки, мотоболисты, сдержанно относятся к тому, что, как говорится, вошли в историю. Впереди новые соревнования и новые победы. На двух чемпионатах побывал, тут вот есть и прошлогодние, и этого года фотографии. Уже есть в истории. Но я думаю, еще будет много фотографий со следующими чемпионатами. Стоит отметить, что автором выставки стала Елена Бабина, главный редактор видновского телевидения. Она неизменно сопровождает команду на чемпионатах Европы. Выставка, приуроченная ко дню города, будет открыта и после праздничных мероприятий. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.